привет сноубордист как ты там катаешься уже уже месяц снег молодец какой а мы вот сидим тут магазине на таганской сквоте пытаемся что-то снять для тебя чтобы это развлечь вечером после катания твоего решили снять про ботинки 32 немножко но такое видео обзоры вы у нас уже видели в принципе глобально ничего не поменялось но есть некоторые моменты которые хотелось бы даже самому понять потому что 32 в прошлом сезоне то есть сезон 22 23 поменяли внутренник ну там какие-то конструктивные тоже внесли изменения в ботинки но поменялся внутренник вот я хочу понять я не мерил еще эти внутренники чем они отличаются вот нашел два ботинка своего размера один старый один новый это team 2 джонс без вот этой вот откидывающейся их задние штуки а точнее она есть но она откидывается за счет просто резинки а закрепляется за счет стрепа вот давайте посмотрим чем в чем отличие вот этот ботинок сезона 21 22 а вот этот ботинок сезона текущего 22 23 точнее 23 24 ну у 32 такая теперь фишечка есть они делают какой-то модель переходящую который будет в течение ну хотя бы пары лет держаться вот что касается например вот таких вот черных ботинок прям абсолютно черные ботинки если вы на них видите вот у нас написано на них написано что сезон 22 23 но сезон 22 23 в данном случае это сезон выпуска этой модели то есть на сезоне 23 24 точно такая же модель будет этот черный всякий тем 2 там лэш и да вот женские то же самое если написано 22 23 это не обязательно что они старые они в этом году тоже присутствуют то же самое с этим джонсом точнее team 2 джонс вот тут вы сразу видите два валенка показываю вам это это и та и другая performance здесь сразу видно что стрепчик есть а вот здесь вот стрепчика нету верхнего здесь есть лист липучки то есть вы липучками язык сначала устанавливаете а потом уже завязываете зажимаете шнурками также можно увидеть что сшиты ботинки чуть-чуть по-разному то есть вот если сравнить если сравнить как они сшиты то ну как на мой взгляд вот этот вот старый валенок сшит как-то более сложно то есть тут какие-то вставочки усиленные по бокам сшиты чтобы видимо они не пронашивались а сам материал он какой-то такой сетчатый здесь материальчик теперь другой сетчатый материал остался вот сверху голенище а вот сам мысок у нас такого более скользкого материала по всей вероятности этот более скользкий материал не будет протираться поэтому здесь нет вот этих вот усиливающих каких-то вставок не будет он протираться за счет того что он просто более скользкий вот но сама так скажем основная идея валенка осталось то же самое там есть возможность термоформовки в общем хочу померить просто один и тот же размер ботинка прошлого этого сезона чтобы понять отличаются ли чем-то вот сама конструкция то есть конструкция то видно что отличается как это по ощущениям сожалению конечно на горе этого сделать не могу но хотя бы так как говорится так внешне кстати прикольное отличие есть небольшие частности вот ну ладно сейчас чуть-чуть покажу когда надену давайте попробую начну со старого ботинка вот наличие этого верхнего стрепа на внутреннем ботинке вы кстати напишите кто нас смотрит внимательно кому вообще нравится такой стрепа кому нет кто что про это думает то есть я кстати могу сказать инсайдерскую информацию что вот в прошлом прошлой зимой и этой зимой этот стреп отсутствовал то есть он на самом деле на многих ботинках присутствовал до этого последние две зимы прошлое текущее все ботинки без этого стрепа но инсайдерская информация что например следующем году этот стреп вернули немножко в другом виде но он вернулся обратно по всей вероятности ну так скажем с вероятностью 99 и девять десятых процента вернулся потому что продавцы ну магазины и дистрибьюторы попросили это сделать ну потому что честно говоря по удобству каталки такой стреп хорошо держит ногу лучше чем просто липучка я катался давно тоже в ботинках 32 там еще до того как они везде эти стрепы ставили тоже были липучки на лэши дых у меня были липучки приходилось немножко в момент завязывания чуть-чуть их как сказать отцентровать до этот язык чтобы он прям ровно встал и этой липучкой можно было немножко даже развернуть его куда-то там влево вправо язык был такой их широченный сверху то есть ты мог регулировать тот самый пресловутый флекс внутри ботинка так ну ладно чем мы тут отвлекаемся кучу от этих стрепов верхних шнурков внутренних они тоже немножко путаются друг с другом sky сливы слепляются поэтому немножко неудобно но в принципе когда вы все затянули все завязали прям все становится хорошо и удобно и жестко содержится старый ботинок но так по ширине внутри достаточно много места я еще носок такой обычный наделание не сноубордовый не объемный поэтому в моем размере здесь достаточно свободненько в мыске сейчас попробую надеть новый ботинок тут кстати сразу заметно что вот эта кулиска который закрывает чехольчик от снега чтоб снег не попадал она сделана так прикольно с кнопочкой то есть вы когда застегиваете застегиваете кнопочку ну сейчас не буду застегивать то есть она держится и не растягивается здесь просто болтается здесь вместо кнопочки липучка но хрен его знает что будет когда будет мокрый снег эта липучка там набьется снегом она возможно перестанет лепиться так а здесь вот нужно сначала отлепить липучку этом еще раз другой стороны отлепить липучку потому что опять залепляется ну то есть на завязыванием такого ботинка без вот этого стрепа верхнего с липучкой ну чуть чуть больше времени придется потратить но это не факт не факт что это плохо вообще когда вы пользуетесь ботинками на шнурках вы по-любому тратите время а набор который сейчас очень популярны стали конечно время тратится гораздо меньше слушайте но мне вот вот этот новый валенок кажется что он более плотно там сидит внутри нога более плотно то есть это тот же абсолютно размерного по ощущениям прям в мыске практически нет свободного пространства то есть в общем то получается что вот этот новый внутренний валенок новой конструкции он лучше облегает ногу может быть из-за того что просто здесь теперь меньше швов тут вот конструкции больше швов и внутренник сам помягче вот я имею ввиду там материальчик помягче и поэтому когда вы завязываете ботинок он лук он лучше сжимается то есть прям у меня вот именно боковая вот это вот боковое сжатие на новом валенке чувствуется лучше чем здесь то есть здесь у меня было свободное место здесь вообще его нет отличие имеется ребята по приходите если будете убирать ботинки между старыми и новыми если где-то еще есть конечно эти старые ботинки померите я думаю что новые вам немножко больше понравится надо бы конечно другие померить но тут к сожалению у нас в магазине не осталось старых ботинок моего размера но я имею с другими валенками это напомню это перформанс элит не поменялся а поменялись именно перформанс и какой там еще есть точно тим вот а еще а еще у нас помимо того что приехала некоторое количество ботинок 32 в размерных сетках хороших но я имею в широких но их не так уж и много поэтому вы если вам нужны ботинки приходите в магазин и ищите выбирайте пока есть размерчики еще у нас достаточно много приехала ботинок найдекер причем это все такие но более-менее верхнего уровня давайте тоже померя я никогда не мерил ботинок найдекер точнее нет я их мерил прям вообще очень много лет назад когда когда они были такими никакими что в общем то никто не хотел их даже рассматривать сейчас ботинки найдекер я уже вижу и блогеры хвалят и люди хвалят в комментах поэтому не знаю просто хочу померить вот кстати вот тут тоже внутренний ботинок с липучкой эта модель называется алтай алтай ребята она на дабл боа такой удобный ботинок я бы сказал то есть совершенно прям влетела в него нога без всяких препятствий все отлично держит ногу по ощущениям кстати здесь в пальцах такой же как в старом ботинки 32 там достаточно свободы много но если надеть носочек то я думаю будет уже гораздо получше а так пятку держит хорошо по жесткости такой тоже неплохой прикольный ботинок с чем его можно сравнить наверное его можно сравнить каким-то лэшед дабл бо из 32 мне кстати что нравится на у найдекера у них 10 на языке 100 изнутри написано жесткость вот это вот называется мид стив там такие четыре блока если все четыре закрашена значит это прям максимально жесткий вот алтай он три этих блока закрашены он не самый жесткий ну вот как раз я думаю на нас лэшедом его можно с лэшедом дабл бо сравнить или например может быть даже с лэшедом который spring break ну нет спин брэйк наверно все-таки пожестче ботинки будут в общем удобно и достаточно же действительно жесткий ботинок бо думаю будет хорошо работать так что у нас дальше будет что будет дальше а давайте померяем самый как сказать топовый ботинок у найдекера это индекс то здесь стоит максимальная жесткость стив написано по конструкции это тоже дабл бо еще с таким чулком сверху от снега напоминает немного в этом сезоне у 32 есть модель фокус боа но фокус боа конечно наверное более жесткий ботинок чем этот потому что здесь здесь например внутренний ботинок у него вообще нет никаких завязок то есть ты просто вставляешь ногу закручиваешь как улитка вот этот вот голенище и закручиваешь башку вот за счет того что приходится закручивать как бы вокруг ноги голенище который уже цепляется этой липучкой немножко это неудобно не сказал бы что прям он супер жесткий фокус бо по ощущениям пожестче чем этот но для не декера у не декера это наверно самый жесткий ботинок и немножко странное ощущение но возможно только у меня когда я сгибаю ногу как будто вот здесь вот есть какая-то лата и она мне вот сюда вот упирается но это чисто вот мое ощущение может быть у кого-то такого не возникает ну что касается внутреннего валенка он конечно хорошо все сделано он там так очень приятно держит пятку щиколотку в общем кайф есть еще один ботинок тоже с максимальной жесткости называется кита кита гибрид гибрид это имеется ввиду что вот есть шнурки которые затягиваются обычно ботинок и есть буашка которая притягивает ну как сказать пятку до утягивает туда назад на место сажает и тоже здесь вот этот тут нет шнурков внутренней шнуровка внутренняя шнуровка была вот только на алтае вот на этих двух моделях вот это вот улитка шнурки вот мне вот эти на этой модели кита не очень нравится они какие-то очень жесткие то есть 32 у них шнурок прям мягенький его затягивать хорошо а тут немножко другая веревка она как-то немножко в руки втыкается но этот на самом деле ерунда все шнурки вы можете другие поставить вообще не жесткий ботинок я бы его сравнил по жесткости наверно с лэшедом у 32 а здесь он максимально написано что это максимальная жесткость нет это прям вообще не максимальная жесткость но достаточно такой плотненький сидит кстати хорошо вот на ноге очень все удобно и комфортно тоже вот как я говорил на алтай про алтай сравнивал со старым ботинком 32 вот здесь вот мыске достаточно много места свободного хорошо это или плохо не знаю у нового ботинка 32 так этого места меньше чем больше там воздуха тем меньше будет мерзнуть ноги но это все тоже относительно потому что температура в 30 минус 30 градусов где-нибудь шире геши то я думаю по-любому замерзнут ноги в общем что хочу сказать про эти три модели ботинок най декер они удобные как сказать когда вот завязаны и даже все полностью на ноге чуть ощущается удобно комфортно есть некие вопросики вот к этим внутренним валенкам которые как улиткам которые как улитки закручиваются что возможно не так уж и удобно но в конце концов я с этим справился достаточно легко и ты справишься ты же лучше меня есть одно но здесь везде вот написано что внутренник heat moldable liner heat moldable liner но эти валенки они не предназначены для разогрева печками и фенами здесь нету вот этого слоя который термоформируемый у 32 такой слой есть но дело в том что он тоже может сесть на ногу без применения печи то есть достаточно так скажем пена называется intuition форм да то есть она садится по ноге после там некоторого времени катания она садится по ноге но есть еще и слой термоформ термо пены которые при разогреве размягчается потом когда застыла остывает она застывает когда остывает она застывает застывает она уже с учетом тех особенностей вашей ноги которые в которую вы вставили в этот ботинок термоформируемый поэтому несмотря на удобство вполне ботинок my bakker термоформируемый термоформируемый термоформ barbecue в них нету хорошо это или плохо а хрен его знает могу вот что еще кстати сказать вот у нас тут есть фен люди приходят покупают ботинки, ну, достаточно часто. Я не скажу, что каждый, далеко даже не каждый второй, и мне кажется, не каждый третий вообще спрашивать что-то про этот фен. Или там, а как запекать, а как чего. Мне кажется, люди вообще не понимают. Ну, может быть, даже не знают. А может быть, наоборот, знают, что им говорят, да нормально и так. Нормально и так, да. Но если вам нужно заморочиться, если вы хотите, если у вас какие-то есть особенности на ноге, там какие-то, не знаю, шишки, мозоли ваши, столетник, то лучше, конечно, воспользоваться термоформом, но эта история не про Найдекер. В общем, померил ботинки свежие, понюхала, вообще отлично пахнув, вставляет прям. Советую сначала купить новые ботинки, потом ехать в Шерегеш. Кстати, увидимся в Шерегеше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok